Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Среди стереоскопических микроскопов от компании Delta Optical можно выделить относительно недорогие, практичные и удобные в обслуживании приборы, которые при имеющемся функционале позволяют решать многие задачи, а также могут быть дооснащены дополнительными аксессуарами. Итак, сегодня мы рассмотрим один такой микроскоп от компании Delta Optical, модель NTX-3C. Упаковка микроскопа представляет собой обычную картонную коробку. Производитель побеспокоился о потребителе и заключил микроскоп внутри прочный толстый пенопласт. Спецификация поставки кроме самого микроскопа включает в себя стереоскопическую бинокулярную головку, поворачиваемые объективы с двумя фиксированными увеличениями, широкоугольные окуляры с увеличением 10 крат, а также необходимые аксессуары. Для начала осмотрим общую конструкцию микроскопа. Он состоит из станины с предметным столом, вертикальной штанги, стереоскопической головки с объективами и окулярами, регулировочного и фокусировочных винтов, а также прижимных лапок. Основание микроскопа массивное, металлическое и имеет в своей конструкции сменную пластинку предметного стола. Для работы в проходящем свете используется матовое стекло, а для работы в отраженном свете двухсторонняя черно-белая пластинка. Перед сменой пластинки необходимо отпустить стопорный винт с правой стороны основания. Вертикальная штанга, которая жестко укреплена в основании микроскопа, служит для регулировки положения стереоскопной головки. Это необходимо при изучении объемных и достаточно больших образцов. Обратите внимание, что для исследования в проходящем или тонких образцов в отраженном свете возможно не попадание в фокус. Поэтому сохраняйте рабочий отрезок до образца не более пятидесяти пяти миллиметров. Стероскопическая головка несет на себе несъемные объективы, окуляры, а также верхнюю галогенную подсветку. Для регулировки поднятия головки, придерживая ее закрепления к штанге, отпустите рукоятку держателя, переместите головку и вновь затяните рукоятку. Фокусировка микроскопа осуществляется объективами. Для этого при выставленной головке вращайте винты фокусировки. Обратите внимание на отсутствие микрометрических винтов. Отличная механика позволяет забыть об их отсутствии в процессе исследований. Микроскоп оснащен стереоскопными объективами кратностей 2 и 4. Умножая это число на кратность окуляров, получим увеличение стандартной комплектации в 20 и 40 крат. Смена увеличения производится поворотом головки держателя до щелчка. Объективы микроскопа панкратические и позволяют изменять фокусное расстояние при помощи специальных насадок, накручиваемых на объектив. Для данной модели подойдут насадки с посадочным диаметром 48 мм. Микроскоп может работать как в проходящем, так и отраженном свете. Для этого в конструкции предусмотрена мощная двойная нерегулируемая галогенная подсветка. Однако следует быть осторожным при работе, так как галогенные лампы сильно нагреваются. Производитель микроскопа отрастил его очень качественными окулярами с посадочным диаметром в 30 мм и удобными резиновыми наглазниками. Обратите внимание, что левый окуляр имеет возможность коррекции диоптрий. Чтобы добиться качественного объемного изображения с помощью винта фокусировки добейтесь резкого изображения в правом окуляре, а затем коррекции диоптрий добейтесь резкого в левом окуляре. Обратите внимание на очень высокое качество изготовления микроскопа. Его корпус цельнометаллический, с минимумом деталей из пластика, покрыт качественной порошковой краской. Питание микроскопа производится от бытовой электрической сети посредством встроенного блока питания ламп с безопасным напряжением 12 вольт. На лицевой части основания с левой стороны находится выключатель питания, а с правой стороны имеется трехпозиционный переключатель ламп подсветки. Обратите внимание, что микроскоп имеет двухполюсную защиту от перенапряжений в сети питания. Для этого в задней части основания установлено два гнезда для предохранителей. Для максимума комфорта работы поворачивайте стереоскопическую насадку в удобное для вас положение. Микроскоп также имеет возможность широкого изменения межзрачкового расстояния. Его диапазон составляет от 55 и до 80 мм. Для демонстрации работы микроскопа и оценки качества его оптики мы решили продемонстрировать несколько примеров его использования. Поэтому, воспользовавшись окулярной камерой, рассмотрим несколько образцов. При исследовании предметов и материалов вы получите очень качественную объемную картинку практически по всему полю зрения. Существующей подсветки хватает для множества решаемых задач. Качество картинки не страдает от изменения увеличений. Однако с помощью одной камеры невозможно полностью показать все возможности прибора, как и наблюдая поочередно каждым глазом в отдельности, так как его предназначение состоит в построении трехмерных объемных изображений и требует двух глаз. Итак, итоги тестирования и обзор показывает нам очень качественный и технически продуманный микроскоп, который может быть использован для множества задач. Среди этого списка можно выделить такие области, как археология, энтомология, нумизматика, филателистика, электроника, стоматология и многое другое. При этом микроскоп очень качественно собран и удобен в использовании. Порадовал тот факт, что имеется возможность расширить диапазон увеличений до 80 крат, дооснастив его двадцатикратными окулярами. Также не стоит забывать о панкратических объективах и различных насадках к ним. Обратите ваше внимание на то, что производитель позаботился о потребителе и включил в комплект запасной предохранитель и одну сменную галогенную лампу. Важной деталью нужно отметить факт обратной перенастройки зрения после длительных наблюдений в стереомикроскоп. Однако данный момент присущ, наверное, для всех микроскопов такого типа. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!